друзья приветствую мы начинаем эфир марафона стилевые типажи как вы помните у нас с вами впереди еще несколько звезд и мы уделили внимание на прошлом эфире мальчикам где две мужские модели были у нас сегодня я хочу уделить внимание женской модели давайте я проверю как у меня со звуком отлично звук есть все прекрасно все кто будет присоединяться к нам присоединяйтесь те кто будет смотреть на записи потому что более привычно конечно вам вечерние эфиры кто присоединяется пишите пожалуйста тоже пишите как вам слышно как вам меня видно кто вы будете ли вы нашими студентами либо нашими гостями мы будем в любом случае рады и пишите откуда вы это тоже всегда приятно и интересно узнать какова география нашего вещания обычно она ограничивается только русским языком поэтому мы нам нам вполне привычно видеть гостей из других стран и это очень хорошая традиция и так давайте для начала настроимся на нашу героиня светлана нам знакома я думаю всем по квн во первых потом по сериалу интерны и дальше у него конечно уже своя карьера театральная надо отметить что светлана всерьез связала свою жизнь театром и это не просто увлечение периода да там студенчества и молодости а это действительно то что стало уже ее жизнью ее реальностью и поэтому конечно и фотографии позволяют нам увидеть анастасия приветствую вас очень рада ведь мы не всегда с вами в расписании совпадаем но сегодня тот самый день поэтому что касается светланы мы увидим ее совершенно в разных каких-то гранях в разных ролях мне удалось найти ее даже детские фотографии и фотографии юности и фотографии в разном весе то есть я вас сегодня порадую меня позавчера и вчерашний день прошли дни когда я прям рыла носом землю искала для вас очень качественный наглядный материал елена приветствую вас выпускница 7 потока рада встречи приятно ну что ж давайте вот перед тем как уже приступить к самому процессу во первых если вы участницы нашего эфира еще не оставляли свою версию у вас есть прекрасная возможность это сделать прямо сейчас пожалуйста напишите что вы думаете по поводу стилевого типажа нашей героини если вы ориентируетесь не только в типологии ларс но и в ларсеноменка вы можете оставить версии также относительно доминант лица и доминант фигуры и так пишите в чате если у вас есть ответы на эти вопросы а я вернусь немножко назад для того чтобы посмотреть какие версии у нас оставлены нашими гостями в инстаграм ну во первых здесь отмечу что светлана с образами которые мы подобрали для нее я имею ввиду для той коллекции которые опубликовали она быстро очень набрала почти около 200 лайков посмотрите 181 это было стремительный взлет оставить версию можно прям здесь анастасия пишите в чате здесь я также включу вас в список список версий значит сейчас я при как всегда приготовила свою белую бумажечку и мы пройдемся по тем версиям которые оставлены вот здесь в инстаграм прежде всего ну и конечно из чата я тоже все версии посмотрю так давайте смотреть что у нас здесь так сейчас открою все плюсики и наконец-то начинаю итак первая версия которую я вижу версия гамин драматик один человек дальше гамин романтик от светланы версия далее далее ой светлана сори скакал я к тебе в гости ну вот придется проделать обратный путь ну это уже быстро так светланина версия гамин романтик дальше предположу что романтик натурал смотрите какое разнообразие версий третья версия уже да и вот когда версия развернутая я буду обязательно делать скрины для того чтобы прокомментировать сейчас я не буду торопиться делать комментарии потому что иначе я испорчу вам все удовольствие 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 от того что вы сами определяете типаж а не слушайте какие-то подсказки мои или чужие да поэтому сейчас я открою так где типаж вот он и у светланы заведу прям специальный специальный раздел так это будет скрины так мы его назовем и сюда вставим будем вставлять сюда скрины для того чтобы потом прокомментировать какой-нибудь романтик с первого взгляда наталья пишет ну давайте я спешу так загадочная романтик плюс хорошо так вот в целом принята версия дальше смотрим еще один гамин романтик и да по традиции наталья напишите пожалуйста почему такая версия я всегда прошу всех кто оставляет свои версии всегда задаю простой и самый естественный вопрос почему особенно когда версия никак не обоснованно то есть вот на основе чего на основе того что здесь образ в первом слайде да вот такой вот какой-то романтичный нежный или на основе каких-то других соображений напишите пожалуйста дальше романтик натурал еще одна еще одна галочка в эту версию так и развернутый ответ вот видите чем хорошо делать развернутые ответы я с удовольствием их прокомментирую елена елена пишет оставляю версию в инстаграме она не изменилась принято принято дальше следующая версия которая у нас появляется только только первый раз это версия натурал гамин и мы тоже с удовольствием ее сохраним оп и потом прокомментируем далее почитаю подожду правильного ответа есть и такие варианты без проблем татьян далее в поддержку к елене идет ирина она тоже видит натурал гамина и это второй уже ответ по натуралу гамину здесь есть уточнение почему именно да и нам она очень ценно давайте сохраним сохраним это это самое ценное что я больше всего люблю я я очень люблю ваши объяснения когда вы рассуждаете и когда вы да 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 елена я уже даже догадалась несмотря на то что ну как сказать аватарки здесь не узнаваемые да картинки такие образы прекрасные но мало узнаваемые но я почувствовал что действительно это вы так анетта мне кажется гамин драматик пишет она давайте 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 сохраним ага и гамину драматику поставим еще одну смотрите как светлана пермякова честно признаюсь для меня мне казалось что это очень простое задание будет да но видите как как полезно не поддаваться своему впечатлению и не решать за других мало ли что кому просто что кому легко то есть одному одно легко и видно и понятно другому другое поэтому очень хорошо что я не отмела ее кандидатуру в качестве модели да поэтому давайте сейчас как раз таки все версии зафиксируем кто у нас еще остался недосказанным предположу что она классик возможно не четыре типа возможно гамин классик гамин классик так представляете уже раз два три четыре пять шесть версий один человек один типаж и шесть версий оксана да да она наша выпускница наша коллега оксана версия гамин натурал я отмечаю дальше и чем завершим вижу в лице гамина и драматика так гамин драматик отмечаю так 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 губы тонкие гамин ну давайте тоже раз уж подробный ответ есть также сохраняем так посмотрите в более худом варианте овал лица меняется полнота гамина ну в общем надо надо вот так сохранить именно в таком так вот развернуто в варианте так гамин точно второй скорее драматик чем натурал окажется она походу классиком ну не знаю хитрый ответ конечно сразу предполагающий два варианта ну я могу отметить оба если хотите и классик гамин и гамин драматик так анастасия в чате у нас здесь пишет есть широта лица в худом состоянии есть мягкий типаж если не гамин дал такие скулы гамин круглые глаза гамин натурал больше всего просится принято анастасия с удовольствием фиксирую вашу версию ага оставила коммент в инстаграме так еще одна версия от нашей участницы от ольги нашей участницы спец курса гамин натурал я уже некоторых узнаю по аватаркам пройдет некоторое время всех буду знать в лицо далее значит так посмотрите ответы а ну здесь вопрос мой далее гамин глаза миниатюрные кисти вид полноты от натурала широко посаженные глаза нос удлиненные как у драматика ага это расшифровка да расшифровка и по моему первый раз да давайте сохраним еще комментарии этого не было так ну и скоро завершится потому что у нас не так много успели девчонок ответить гамин драматик еще один да и давайте сохраним сохраним комментарии гн еще один гамин натурал в лице смешанной линии глаза брови нос губы скулы полнота гамин и еще один вот этих двух гаминов натуралов мы сохраним вместе так удобнее будет мне гамин и еще одного гамина натурала мы отметим так еще один гамин драматик посмотрела в разном весе угу так еще один гамин романтик так деликатные черты лица полнота лица губы нострый носик гамин с большими глазами круглым лицом острым носом и тут я задаю вопрос чистый гамин и мне отвечает наша участница может располнивший гамин романтик поэтому отмечаем в результате гамина романтика да и тут у нас версия гамин романтик принята еще одна версия гамин натурал принята от нашей выпускницы широкая грудная клетка так вот два гамина натурала идут следом да поднабежали комментарии вчера было поменьше и по-моему это завершающий да нет в полный рост посмотрела вот молодцы очень ценю когда вы готовитесь потому что это уже совершенно другой разговор еще один гамин натурал и еще один гамин натурал ну что ж все девчоночки все наконец-то давайте подведем итоги что у нас получилось на сей момент относительно ваших версий девять версий девять точнее ваших голосов за гамина драматика а четыре голоса за гамина романтика два голоса за натурала романтика один голос за романтика плюс загадочного да не развернутый ответ в общем в целом раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять двенадцать голосов за гамина натурала и два голоса за гамина классика потрясающе шесть версий шесть версий которые включают в себя огромное разнообразие и в том числе и взаимоисключающие версии когда мы говорим что у нас гамин драматик и натурал романтик одновременно как такое возможно я не знаю но мы с вами обязательно разберемся и докопаемся до истины и прежде чем мы начнем анализировать мы будем сейчас с вами как обычно в работе с клиентом мы организуем две папочки это фигура и лицо и пока мы будем рассматривать я думаю что вы уже поймете многие моменты уже сформируете какое-то представление и вот обязательно мы складываем раскладываем все что нам пригодится относительно фигуры относительно лица да здесь есть фото так сказать фото юности тут наверное оставлю в общем потому что и фигура и лицо здесь все сразу вот сейчас мы с вами очень быстро распределим кстати светлану я встречала еще и как модель в интернет магазинах была удивлена но факт значит в одном из интернет магазинов она демонстрирует одежду и вот как раз некоторые файлы из этой истории я покажу вам то есть действительно очень интересно и несмотря на то что фигура ну далека от модельной скажем прямо что она очень ну так сказать хорошо справляется с этой задачей очень хорошо себя держит это это прекрасно так все туда к лицу к лицу к лицу так фигуре некоторые кадры останутся без привязки к теме потому что либо ракурс своеобразный либо не позволяют нам ну скажем так выбрать из двух этих категорий поэтому очень интересно плюс нам полезно посмотреть такую модель почему Светлана предпринимала очень серьезные попытки по похудению и поэтому можно сказать что у нас есть подборка фотографий в разном весе и это классно это очень помогает нам сориентироваться и и вообще получить очень точную информацию и прежде чем мы начнем я хочу вас попросить дорогие мои напишите пожалуйста с чего мы с вами будем начинать как мы будем строить нашу работу с вами с чего начнем напишите пожалуйста приветствую Светлана рада вас видеть девчонки давайте вопрос всем кто присоединился с чего мы будем начинать да вот сейчас пока я раскладываю картинки по нашим двум папкам которые называются лицо и фигура раскладываю только те картинки которые сфокусированы да на одной из этих тем но будут будем рассматривать обязательно все иллюстрации давайте раз напишите пожалуйста с чего мы с вами начнем так найдем доминанту согласна ли она совершенно верно и откуда будем начинать ее искать откуда вам проще или просто хотите все фотографии посмотреть да но в любом случае даже будем смотреть все фотографии нам нужно откуда то начать свое путешествие с чего мы начнем свое путешествие с изучение фигуры с наблюдения в полный рост картины да или все таки с изучение лица наша героиня напишите пожалуйста и будем с вами приступать к этому потрясающему процессу давайте так вот и достаточно итак все папочки у нас готовы все разложено может быть начнем с лица ну вот два предложения есть лица давайте с лица и начнем да напомню что у нас очень много версий и версии некоторые друг другу даже вот так сказать противопо противопоставлены да фактически сейчас пока не буду убирать одинаковые фотографии возможно качество разное беру в процессе например версия гамин драматик она взаимоисключающая относительно натурала романтика да вот есть гамин классика есть романтик плюс очень интересно очень интересно что же в конечном итоге будет итак моего натурала гамина учтите пожалуйста да давайте я добавлю и это будет тринадцатый номер тринадцать тринадцать версий если кто-то хочет еще дать свою версию пожалуйста кто не писал свою версию в инстаграме милости просим да обязательно итак сначала я не буду ничего прикладывать я даю вам возможность наблюдая за лицом увидеть доминирующий типаж он всегда есть что-то всегда вам видно будет да кто-то вам улыбнется какие-то ассоциации обязательно появится да будет ли это характер линии лица например более мягкие либо более острые линии лица будет ли это пропорции лица как например широкая тяжелая челюсть и маленький лоб либо наоборот полностью посмотрите какой ценнейший материал я для вас нашла это фотографии школьные светланы здесь вы можете увидеть ее так сказать линии лица увидеть достаточно четко пропорции лица то есть все все очень наглядно поэтому пожалуйста наблюдайте делайте выводы мы понимаем что все в лице у светланы все свое родное нету никаких увеличенных губ там или увеличенных я не знаю измененной формы брови как таковой нет то есть все очень все очень натурально посмотрите фактически вот она исходная линия бровей исходная форма глаз носа губ все это широту лица заметила так но я хочу обратить внимание на то является ли это лицо целиком широким либо речь идет о нижней части лица так марине гамин очевидно анастасии гамин улыбается да если вы уже все увидели и все поняли пожалуйста напишите какой типаж вам улыбается вот это интересный кадр из какой-то роли из половины лба спрятали светланы но тем не менее очень хорошо видно линии лица черты лица вот здесь мы видим как округляется и утяжеляется овал дарья приветствую вас мне видится смешанный доминант хотя я вижу в первую очередь натурал елена да нам сейчас понадобится одно одно название одно имя типажа с которого будем стартовать так на молодом фоне но после гамина второй вопрос про широту принято обратите внимание да вот когда вот в этой подборке с разной полнотой можно увидеть меняется ли овал лица и как он меняется да и какая часть этой широты на самом деле является составляющей родной составляющей структуры лица светлана а какая часть является именно вот такой нажитой гаминной красотой так что обращайте на это внимание да очень хорошо даже на таких фотографиях отлично видно да как как меняется овал лица ну что ж я готова увидеть ваше голосование поставьте пожалуйста одну букву в чате букву относительно типажа вот посмотрите да вот посмотрите что у нас здесь на фотографиях отлично да значит и мы с вами можем любой картинкой воспользоваться или можем подборкой картинок воспользоваться для того чтобы действительно проверить и и убедиться да сейчас откроем и посмотрим насколько четко да нам удалось увидеть доминанту очень узнаваемая да доминанта лица родная составляющая широкая нижняя челюсть но остальное гаминная полнота да есть есть какая-то широкая челюсть но сразу вопрос Елена чтобы не торопиться а когда мы видим только лицо и видим только широкую челюсть можем ли мы с уверенностью утверждать что это широкая челюсть именно натурала мы ведь с вами не смотрели еще фигуру правильно мы действуем планомерно и можем ли мы делать такие выводы будут ли они правильными не забегаем ли мы вперед не торопимся ли мы и вот именно здесь поэтому из ваших комментариев где вы предлагали и натурала и гамина конечно я предлагаю выбрать гамина согласны ли вы с тем что вот гаминное присутствие оно неоспоримо в отличие от овала широкого да который представляет более широкие челюсти которые можно отнести и к натуралу и к романтику как особенность должны но выводы откуда это пришло вот это самое опасное вот это то что то что является причиной ошибок понимаете как вот мы сейчас наблюдаем ситуацию когда поторопившись да кто-то отнесет широкие челюсти к романтику и сразу будет искать и сразу для него обозначится версия которой он будет ограничен он скажет я увидел гамина романтика и будет искать не сам типаж а будет искать факты которые будут это подтверждать и это гораздо более скажем так опасный путь потому что можно очень легко сделать ошибку да поставьте плюсик если вы согласны с тем что мы можем именно гаминную составляющую взять за основу более того всегда напоминаю вам когда мы рассматриваем полных моделей не забывайте что в случае когда анализируем фотографии в разном весе нам очень важно сравнивать в конечном итоге лицо нашей героини да вот если мы будем смотреть ее в полном весе то нам надо сравнивать не вот с этой фотографией где мы найдем очень много различий и разночтений скажем ну здесь же нету такой тяжелой челюсти конечно нету потому что речь идет а полной гаминной доминанте да которая будет соответственно проявляться совершенно совершенно иначе да и сравнивать мы можем да можем корректно только с сейчас я выключу пищалку тут у меня вот сравнивать корректно мы можем только с фотографиями в своем весе да поэтому для разных фотографий светланы естественно будут фотографии разной да разной полноты вот здесь она где-то в среднем состоянии да и вот промежуточный вариант и так далее и так далее а когда возвращаемся к самым стройным конечно же образом да то здесь я с вами полностью согласна мы можем брать именно лицо гамина в самом стройном виде и здесь все здесь все складывается да какие факторы мы можем перечислить мы можем выделить круглые глаза несмотря на то что они чуть более маленького размера чем у гамина и чуть шире расставлены да мы можем излом бровей отметить как гаминный признак но тем не менее они как-то более дугообразно расположены да и это уже мы делаем фактически метод вычитания мы говорим о том что относительно чистого гамина наше лицо имеет более широко расставленные глаза более маленький размер глаз более дугообразную линию бровей более широкий широкую линию челюсти да и у нас уже собралось уже четыре признака в лице которые не соответствуют чистому гамину да и мы это все как верно сказала елена не можем отнести но должны отметить как особенность мы это отмечаем эти признаки остаются у нас отложены в сторонку да я думаю что запомнили эти признаки и они достаточно хорошо очевидны ну и самое время тогда перейти уже к второй части это изучению фигуры и вот фигура так сейчас секундочку где у нас третий марафон вот он мужчины и женщины вместе у нас так светлана и второй второй альбом хотя давайте наверное по общим фотографиям еще тоже пройдемся да посмотрим на светлану в юности на светлану в настоящее время на светлану в квн на светлану в театре вот светлана с левой стороны можем посмотреть классический крой школьных костюмов которые которые я тоже застала очаровательно на светлану в детстве посмотрим тоже очень мило и здорово ну вот с этими фотографиями познакомились теперь давайте посмотрим на фигуру фигура да благодаря тому что светлана скажем своей жизни добивалась успешного результата построенности кстати вот один из примеров вот это фотография из интернет-магазина да и не помню сейчас название интернет-магазин но как раз вот те модели одежды которые она демонстрирует они были в продаже в общем очень интересно было ее увидеть в этой роли вот костюме брючном да более стройном виде смотрите на пропорции тела да смотрите на то как распределяется полнота конечно вот эти фотографии немного отфотошоплены это и по лицу видно те которые из интернет-магазина но от пытливого взгляда стилиста я думаю ничего не ускользнет и первый вопрос на который я хочу услышать от вас ответ не исключает ли то что мы видим присутствие или по другому скажу подтверждает ли фигура Светланы и ее изменения присутствие гаминный доминант это первое да пока про верхний тип чуть чуть позже мы поговорим об этом после того как подтвердим присутствие гаминной доминанты и мы сможем приступить к методу вычитания вот тогда у нас Елен верхний тип фигуры выпрыгнет просто как черт из табакетки понимаете как так все верно комментарии верно итак посмотрите пожалуйста да и ответьте мне на вопрос можете написать да можете поставить плюс кстати да вот видите как удобно ракурс такой вот тоже есть да есть ли гамин то есть подтверждается что мне важно услышать ой шикарная фотография посмотрите как да как раз то что мы с вами наблюдаем когда говорим о гаминах да когда мы с вами смотрим на то как стройнеют и полнеют гамины да во многом здесь мы можем увидеть эффект и в лице и как вы правильно отметили равномерная полнота то есть первое что мы делаем мы должны убедиться что мы себе эту первую доминанту не придумали не нафантазировали что она действительно есть то есть теперь мы можем смело выполнить метод вычитания правильно то есть теперь вот мы можем как раз перейти к той части о которой говорила Елена и отмечала верхний тип фигуры развитый плечевой пояс но при этом стройные ноги да то есть мы наблюдаем чем отличается фигура нашей героини да от фигуры того же самого к примеру да полного гамина да ну здесь уже не такого полного ну может быть среднего да то есть а отличия действительно будут и то что вы верно отметили действительно верхняя часть и полнеет гораздо сильнее и ноги остаются стройнее да то есть да есть и равномерная полнота но есть и примесь какого-то другого типажа который оставляет такой маркер как стройные ноги выразительную грудь утяжеление верхней части да и мы это очень хорошо видим когда спадает вся эта полнота фигура приближается к гаминной да фигура приближается к гаминной и в ней восстанавливается больше баланс да хотя мы видим что все равно от гаминной узкой грудной клетки мы уже отошли и шаг сделали как минимум к средней грудной клетке да и в профиль ягодицы более плоский совершенно верно молодцы внимательно все отметили да вот они как раз легкие стройные ноги и все еще оставшиеся утяжеленная верхняя часть тела да вот здесь мы тоже видим этот эффект утяжеление верхней части и здесь мы это видим теперь мы можем задуматься о том откуда пришла широкая челюсть да откуда мы увидели те признаки широкое расстояние между глаз более более маленький размер вот сейчас вот эту фотографию открою безумно полезную да посмотрите пожалуйста да вот здесь в профиль можно светлана да откуда мы увидели откуда пришли те признаки которые невольно мы отмечали причем обращаю ваше внимание что в лице кроме всего прочего когда мы делали вычитание мы можем отметить еще и присутствие смешанной смешанного характера линии то есть у нас не просто это гаминное лицо да с абсолютно угольной линии а у нас более мягкая линия да относительно гамина утяжеленная нижняя челюсть как мы правильно сказали более маленький размер глаз да ну единственный типаж который у нас остается с этими признаками я думаю вам понятен какая вторая доминанта у нашей героини кто мне теперь может ответственно заявить выжду прям секундочку чтобы все дали ответ безусловно натурал безусловно натурал поэтому вот эти 13 человек да мы уже понимаем что они вплотную приблизились к правильному ответу остается лишь задать несколько вопросов первый вопрос который я хочу вам задать все ли внешние признаки нашей героини будь то фигура лицо особенности полноты что-то еще укладываются в версию гамин натурал нет ли чего-то что по какой-то там причине выпадает или требует поиска еще третьего типажа или четвертого пожалуйста то есть прежде чем праздновать нам нужно задать себе вопрос все ли у нас все ли у нас сложилось да в помощь вам да выдвигаю еще команду со смешанными лицами давайте для того чтобы могли посмотреть эти очаровательные мордашки со смешанными лицами со смешанными линиями гаминой натурала да напишите пожалуйста у кого как все ли у нас обрело свое место да все все ли встало на свои места все ли пазлы сошлись да можно посмотреть насладиться фигурами в стройном виде да разные случаи и к гаминной доминанте примешаны признаки натурала и к натуральной доминанте гаминные признаки разные истории возможно давайте открою теперь не узкие ли для гамина натурала ну давайте вернемся к тому что прежде чем оценивать узкие ли губы стоит стоит нам посмотреть а какие губы могут быть у чистого гамина да потому что определенно натурал не может дать да не может нам дать узкие губы поэтому для того чтобы нам не сбиться с пути нам нужно посмотреть и понять насколько разными моя любимая тема да насколько разными могут быть гаминные губы а они могут быть разными даже не буду увлекаться на эту тему я множество лекций прочитала и если вы внимательно посмотрите и сравните да даже вот эти три формы губ вы увидите что вот эти губы тонкие и очень часто бывает эффект потрясающий такой эффект когда у нас разделяется между собой понятие разрезы рта да и форму губ и могут быть вот разрезы рта может быть длиннее да и при этом иметь посередине вот такую линию губ поэтому если вы меня спрашиваете я вам спокойно уверенно могу сказать нет даже для гамина это не тонкие губы если для гамина эти губы не тонкие значит они могут быть и у натурала но заметьте они уже получают более не у натурала у натурала гамина прошу прощения у смешаного типажа да но они здесь уже получают более мягкое оформление линия уже перестает быть да так сказать более такой собранный выразительный к центру то есть расслабленная версия гаминных губ еще вопросы можно еще открыть полезное сравнение когда мы сомневаемся да что нам помогает нам помогают иллюстрации смешанных линий лица да как и фотороботы очень много полезного мы можем здесь увидеть да и всегда помните о том что это некие крайние точки да крайние точки которые имеют между собой масса ну как сказать масса промежуточных вариантов да например вот эта линия глаз больше всего подходит с изломом бровей более поднятым да так далее смешанная линия носа которая имеет заострение передней части и широкие крылья носа есть ли еще вопросы все ли это дежурный вопрос я не имею права вам его не задать да потому что те кто предложил например нам версию гамина классика они могут возмутиться что ну как же так вы гамина натурала нашли так сказать не поискали кого-то еще да не поискали например романтика или драматика и так что мне от вас требуется мне от вас требуется окончательный вывод перед нами гамин натурал или нам нужно дальше искать и кто-то еще есть и кто-то нам еще нужен романтик или драматик пожалуйста мы сегодня работаем с одной звездой анастасия скоро будем закругляться поэтому эфир не будет длинным более того за моей спиной сидят двое коллег это Константин и Роза и у нас с вами у нас с ними огромный план они мне показывают пальчиком на часики поэтому мы с вами сегодня поработаем очень оперативно тем не менее хочу показать реакцию например взаимодействие с фотороботами возможно фон и заглянем в любом случае при вычитании елена пишет склицает гамин натурал светлана пишет при вычитании все вычитается и складывается обратно вот именно такой ответ я от вас и ждала лукбук готовить пора все верно так вот можете теперь догадаться почему я взяла именно светлану я имею ввиду нашу светлану героиню которую сегодня мы разбирали те кто сейчас участвует в спецкурсе все подтипы гамина натурала прекрасно догадывается да почему именно светлану я взяла потому что как раз мне очень интересно сейчас в период пока мы разбираемся в подтипах гамина натурала внимательно изучить и посмотреть еще и еще один пример и те девчонки кто работает с ларсом маменко пожалуйста напишите пожалуйста напишите мне в чате сейчас какая доминанта лица и какая доминанта фигуры у нашей героини напишите пожалуйста как вы предполагаете ну с фонами не надейтесь мы не будем заниматься всеми фонами все фоны это закрытая тема специально для стилистов но может быть с какими-то фонами мы посмотрим сначала меня интересует версия версия наших девчонок относительно доминанта итак пожалуйста встроенный вес ближе к гамину ну да классный вопрос надо определиться в какой весовой категории мы определяем доминанту вы правы действительно доминанта вещь такая гибкая да и чем ближе вы совершенно верно отметили чем ближе наша героиня к стройности да вот здесь например вот когда мы смотрим здесь то максимально близко к гамину но нужно посмотреть внимательно близко к гамину или действительно гаминная доминанта остаются ли у нас при этом натуральные признаки остается ли в примеси натурал при полноте к натуралу идет за смешанную доминанту я тоже за смешанную доминанту потому что ну во первых это так сказать ближе к наиболее ну как сказать наибольшему количеству попаданий по так сказать весовой категории да и даже если здесь мы приближаемся к гамину все равно остается усиленный верх понимаете поэтому итак доминанта фигуры смешанная гамин натурал а что вы скажете мне по поводу доминанта лица да 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 поэтому с фигурой все понятно вот осталось выяснить да у нас мы помним с вами значит сейчас мы помним с вами ну еще вот минут пять десять мы посмакуем эту тему помним с вами что подтип определенного да 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 точнее подтип гамина натурала мы можем определить по двум составляющим у нас смешанная доминанта фигуры и это значит что уже мы будем искать нашу девушку среди вот этих трех подтипов четвертый пятый или шестой различаться они доминанты в первом случае гаминная доминанта лица в втором случае смешанная в третьем случае натуральная давайте определимся где будет в системе координат вот этой схемы находиться наша героиня анастасия пишет фигуры как у меня как бальзам на душ лучше видеть такие же стройные ноги вверх вполне быстро прекрасная фигура это тот случай когда мини юбки и шорты ну вообще вот ваша и отдых на море или какие-то прогулки по городу где можно ну так сказать погода позволяет да продемонстрировать всю красоту ног это вот просто ваше я могу сказать что безумно вам завидует романтики плюс которые изначально имеют тяжелую удлиненное бедро и тяжелую так сказать верхнюю часть ног потому что для них это никогда не было возможным да то есть как только укорачивается юбка выше колена очень сильно утяжеляются ноги очень сильно ну некрасиво не зря Ларсон предложил романтикам совершенно другие длины поэтому радуйтесь этому пользуйтесь этим да этой красотой и наслаждайтесь так 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 Елена пишет характер линии у лица смешаны поэтому я загамина натурал ну давайте так если мы с вами фигуру отмечаем на данный момент времени да светланы вот нынешний да значит мы откроем да мы можем открыть здесь здесь да сейчас посмотрим где где еще какие еще ракурсы мы можем взять да сейчас попробуем ну давайте возьмем вот здесь максимально без макияжа да ага так обрывается подвисает так Константин не проверить ли вам связь у нас там вот есть ссылочка на эфир зайди пожалуйста что меня Константин убеждал мы сегодня ведем трансляцию из офиса и поэтому это проба такая о Диана пишет загрузила перезагрузила вроде бы получше то есть у нас телефонный интернет и мы решили проэкспериментировать будет ли в офисе достаточное качество интернет ладно хорошо значит пока мы выбрали фотографию и прямо сейчас так где у нас Светлана нет не то Светлана фигура фоны вот и мы с вами возьмем только три фона отберем их все нормально да сейчас мы возьмем три фона которые нам понадобятся нам нет смысла сейчас уже заниматься да всеми фонами подряд потому что мы вполне определились давайте посмотрим и так теплое вязаное платье колготки с начесом так в холода а как в холода демонстрировать ноги спрашивает Анастасия в свободных брюках все скрыто теплое вязаное платье колготки вообще я вот обожаю колготки они бывают очень разными и в том числе ажурными любыми и цветными и вообще красота хоть и мы романтики плюс можем открыть только нижнюю часть ног но даже там успеваем насладиться цветными колготками или допустим ажурными колготками а вам то вообще уж так сказать все природа велела так лицо гаминное в худом состоянии полнее так же живу море тут такой ветер колготки сдует ладно мы подумаем Анастасия мы придумаем что-нибудь для вас попробуем сейчас сравнить реакцию на два чистых фона внимание я не знаю как быть стильны тут выжить надо в сибири ну хорошо уговорили значит Анастасия вы будете стильны в закрытых помещениях где есть обогреватели где есть кондиционеры батареи там мы за вас зато не волнуемся ни капли просто сбрасывайте свои чудо-пуховики и вся красота видна итак дорогие мои сейчас наблюдаем да я чуть-чуть увеличу размер иллюстрации и чуть-чуть увеличу размер фона сейчас мы с вами наблюдаем реакции на фон пожалуйста смотрите на само лицо вероятность не будет что-то происходить возможно оно будет включаться и выключаться да так да пишет опухшие на фоне натурала так действительно разница есть если есть разница значит мы уже можем подозревать нашу героиню в присутствии чистой доминанты лица вероятно если если бы у нас и там и там раскрывалась какая-то новая грань и было одинаково прекрасно и там и там да то возможно мы бы действительно становились насмешаны но что у нас здесь происходит действительно натуральная доминанта утяжеляет лицо уводит все в небо внимание на тяжелые линии линии скул да щеки утяжеляет вот этот все что делает гаминный фон гаминный фон с лицом нашей героини не не масштаб здесь ни при чем вообще ни при чем масштаб эта тема другая мы сейчас смотрим за реакции на характер линии натуральном фоне есть припухлость давайте посмотрим выигрывает ли светлана от угольных линий или в случае с спасибо дарьи спасибо что четко сформулировали да гаминный фон безусловно Безусловно, выделяет и прорисовывает черты лица. Вот это я хотела услышать. Лицо включается, зажигает глаза, облегчает черты лица, делает их утонченными, изящными, заостренными и выразительными. Класс! Спасибо, что вы сосредоточились, увидели. И самое интересное, что мы даже в фотографиях Светланы можем очень легко увидеть подтверждение. Мы можем увидеть подтверждение, как смазывается линия лица. Вот здесь мягкая линия прически, но угольная линия одежды. Неплохо, но вот эта линия прически мягкая, она тоже смазывает, размывает выразительность. Даже форма с погонами работает, как геометрия рядом с лицом. Сейчас покажу вам. И вот как утяжеляется лицо, если у нас мягкость его оформляет. Сейчас мы обязательно дойдем до примера. Вот, посмотрите, здесь даже гораздо более сильный контраст. Все гораздо жестче, чем ей нужно. Но вот этот угольный вырез, он делает безумное благо для лица. И даже вот здесь перетягивает на себя гораздо больше внимания, чем мягкие волосы, которые могли бы очень сильно утяжелить лицо. Поэтому и четкий макияж, и рваные контуры, и смотрите, зигзаги на заднем плане, угольная линия выреза. Это все, что для нашей Светланы является благом. Но как только мы даем пушистость натуральную, все внимание уходит на утяжеление лица. Ну что ж, давайте подытожим, кто перед нами. Перед нами представительница четвертого подтипа, который комбинирует между собой доминанту лица чистую гаминную, а доминанту фигуры смешанную гаминно-натуральную. Вот такая история со Светланой. И осталось только заглянуть нам в ваши комментарии и посмотреть, где были проделаны ошибки. Может быть, романтик натурал в лице больше человек романтика, на натуральском фоне, мне кажется, таким закругленным, аккуратным. Вот слово «аккуратным» мне нравится, потому что именно аккуратными, но при этом угольными являются черты лица нашей героини, но не мягкими. Фигура, мне кажется, больше соответствует натуралу. Большая грудь, широкий плечевой пояс, узкие бедра. Вот с натуралом вы оказались совершенно правы. Широкий лоб, брови уголком, крупная века гамина, широкая челюсть, широко поставленные глаза натурала. Верхний тип фигуры натурала, в общем, так, 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 гамин и натурал. Отлично, все верно. Елена, это ваш комментарий, да? Так, звук пропал, к сожалению, не посмотрю в записи. Звук есть, спасибо, что написали. Да, а макияж какой правильный на фото? Да, 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 да. Макияж нам нужен именно гаминный, не размытый. Так, фигура натуральная, ярко выраженный верх, широкие плечи, большая грудь, невыраженная талия. От гамина достаточно узкие лодыжки, острый носик. Гамин широкой линии на зрение натурала. Глаза большие, характерным верхним веком гамина, широкое лицо натурала. Верно, Ирина, оценка 5. Так, Анетта, мне кажется, гамин драматик, нос драматический, губы тоже большие, на драматические похожи. Губы не совсем, видите, есть нюансы. Глаза и подбородок гамина на фото фигуры не нашла, чтобы перепроверить. Вот, я думаю, что если бы начинали перепроверять, уперлись бы как раз во второй типаж, не драматический, а гаминный. Натурал гамин, верно, Наталья. Большие глаза, большая голова, но с головой там не сказать, что она большая, она как раз более сбалансированная, чем у гамина. Лоб, носик, подбородок гамина, верно. Глаза, челюсть чуть расширенные, фигура полнеет сверху. Даже натуральская сильная активная, натуральные черты уменьшены гамином или гаминной увеличены натуралом. Острота в лице мягкая. Еще один верный ответ от Оксаны, гамин, натурал, моя версия. От гамина в лице глаза, носик, заостренный подбородок. От натурала глаза, губы изменены натуралом. Широкая нижняя челюсть, полнота в лице, фигура по гамину, фигура похожа на натурала. Центр тяжести все-таки сверху, плечи, грудь, спина особенно заметна при полноте. Далее ярко не выражено, что вполне может быть смешение фигур натурала и гамина. Принято. Пятерка. Здесь у нас гамин-драматик версия. И глаза круглые, брови крылышком, нос заостренный драматик, рот широкий драматик. Ну вот, Анна, есть что посмотреть у нас в предыдущей части эфира. Итак, глаза, миниатюрные кисти, вид полноты от натурала, широко посаженные глаза, нос удлиненный, как у драматика, и ширина рта драматическая. Вот как. Интересно. Ну, теперь уже будет с чем сопоставить. То есть гамин-романтик, да, кого не хватает нам для этой версии романтика, да, и мы его не найдем, если будем смотреть внимательно фигуру, тогда нам станет понятно, откуда пришла широкая челюсть. Романтик-натурал, рост романтика, черты лица романтика, но слегка крупноватый от натурала. Вот здесь в этой версии, категорически не выдерживает эта версия критики, непонятно, откуда пришла острота. Острота линии, гаминный лоб и так далее и тому подобное. Мне кажется, гамин-драматик на фото с геометричным фоном. А вот здесь, смотрите, гамин-драматик не единственный, кто с восторгом будет реагировать на геометричный фон. На геометричный фон будет с восторгом реагировать любой гамин-плюс или драматик-плюс с драматической или гаминной доминантой. Это чтобы расширить ваше представление, да, поэтому необязательно на гаминный фон будет реакция с восторгом у, да, только у гаминов-драматик. Лицо выглядит выигрышно, вы совершенно правы, теперь вам должно быть понятнее уже почему. Романтическая круглая завивка, по-моему, не идет, согласна, но этого мало для выводов. Для натурала мелковаты черты лица, нос и губы. Мы не забываем о том, что масштабность может быть любая в диапазоне двух смешных типажей. Не уверена насчет гамина классика, мне все же кажется, что нет там набора типажей, которые есть классика. Но гамин однозначно с гамином, совершенно верно, это верно. Гамин натурал, верно. Гамин натурал, верно, Светлана, верно. В конце пишите, посмотрю еще подробнее версию гамин-драматик, кто-то предположил, может быть показалась широкая челюсть. Еще одна версия от Марины. Гамин-драматик, посмотрела в разном весе и возрасте. Гамин очевиден, это прекрасно. Даже в полноте читаются песочные часы. Не соглашусь, не соглашусь насчет песочных часах. Часов намного тяжелее верхняя часть. В лице есть динамика, но динамика у нас это гаминная прерогатива. В полном весе остается острота. В более стройном весе форма лица не драматическая. Она кажется более вытянутой за счет чего? За счет высокого лба. И это другая история. Брови смешанные, глаза непонятные. На некоторых фото прям большие, круглые. На других что-то смешанное. Округленный драматик. Я бы сказала округленный. И анатураленный гамин. Версия гамин романтик. Деликатные черты лица. Полнота от гамина. Здесь понимаем, да? Проблема в том, что не было возможности вычитания типажа сделать. Потому что было бы понятно, что широкая челюсть и более маленькие глаза пришли у нас от натурала. Так, здесь верно гамин натурал. И еще раз верно гамин натурал. Молодцы. Еще раз верно гамин натурал. Отлично. Отлично. У нас с вами, да? Даже вот здесь еще раз повторим. Действительно, версия наша подтвердилась. У нас с вами гамин натурал четвертого подтипа, который комбинирует между собой гаминную доминанту лица и смешанную доминанту фигуры. Итак, напишите, пожалуйста, что вам сегодня было полезно, что понравилось, какие выводы для себя сделали и какую работу над ошибками провели. Напишите, пожалуйста, мне очень важно понимать, стоит ли нам продолжать, стоит ли нам разбирать подтипы. Это видите, как интересно. Это гораздо уточняет и усложняет картину мира. И становится понятно, почему кто-то спутал, например, с гамином-драматиком, а кто-то спутал с натуралом-романтиком. И становится понятно, как конкретизировать рекомендации портретной зоны и рекомендации фигуры. Сейчас чихну, девчонки? Нет, не чихну. Напишите, пожалуйста, что сегодня для вас было полезным. Стоит ли нам продолжать? Не забудьте поставить лайк, если вам понравилось. Я всегда подвожу итоги, смотрю, какие эфиры наиболее востребованы и что стоит повторить. Спасибо. Сейчас, жду обратной связи от девчонок и завершаю. Да, девчонки, жду обратной связи по традиции всегда. Напишите, пожалуйста, что сегодня было для вас полезным. Кого бы вы хотели еще разобрать? Так, Диана пишет, присоединилась к эфиру, к сожалению, поздно, но все равно успела получить громадное удовольствие от подачи информации. Большое спасибо, очень детально и понятно. Да, девчонки, те, кто присоединился позже, не забывайте, у нас есть специальный раздел, плейлист, скажем так, на нашем канале YouTube. Сейчас я вам найду, покажу его. Это типаж звезды женские и типаж звезды мужские стилевые типажи. Соответственно, Светлана будет добавлена вот в эту галерею, и вы сможете без проблем пересмотреть повнимательнее еще разочек с самого начала и заглянуть в какие-то предыдущие эфиры, которые у нас были. Вот буквально сегодня, вчера я добавила обложечку для последнего эфира мужских стилевых типажей, и отдельно мы уже нарезали отдельные, будут отрывки по каждому из героев. Так что подглядывайте, все есть, все можно посмотреть. Еще одна Диана, у нас сегодня две Дианы, пишет. Спасибо, очень интересный эфир, с вами все становится очевидным. Приятно, что вы участвуете, приятно, что вы даете свои версии, что мы можем с вами вместе докопаться до истины. Лиана пишет. Спасибо за эфир, очень полезно. В очередной раз убедилась, что надо честно описывать то, что видишь, и все сложится верно. Да, это как раз основа метода вычитания, когда мы не торопимся с выводами, чуть-чуть притормаживаем свое желание быстро угадать, вот прям осознанно притормаживаем, и аккуратно выписываем те признаки, которые у нас остаются после вычитания доминанта. После вычитания первой доминанта всегда не забывайте, что можно сделать обратное вычитание. То есть, например, со Светланой мы могли бы вычесть натурала из ее внешности, и у нас остался бы гамин. Вы можете это самостоятельно проверить, еще раз в этом убедиться. Ну и по традиции напомню, что нас ждет в ближайшее время. Следите за нашими анонсами. И напомню, у нас есть две героини потрясающие. Те, кто еще не успел оставить свои комментарии с версиями, обязательно оставьте. Это... Так, 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 ускакали они у меня, да, они у меня были вот здесь где-то. Это Дженна Матисон. Потрясающая красотка. Очень сложно было фотографии найти, но я нашла источник, и я просто теперь завалена ее образами. Ее рост 175 см. И наша актриса, очень интересная, Анна Уколова, с глубоким таким бархатистым голосом, с ее ростом 181 см. Так что, пожалуйста, оставляйте свои версии, и в ближайшее время мы обязательно встретимся. Кроме того, у нас еще, у меня есть долг по эфиру стильной скорой помощи. Мы разберем обязательно в ближайшее время и Маринин стилевой типаж нашей героини. В прошлом месяце мы разбирали ее колориты. Лиана пишет, и теперь Гамин Натурал для меня стал узнаваемым типажем, хотя изначально с ним были большие сложности. Но вот это достойный результат. Так что я вас поздравляю, спасибо большое за участие. И до встречи в следующих наших эфирах. Те, кто хочет удобную ссылку получать на эфиры, подписывайтесь на наш телеграм. Там мы кидаем ссылку на эфир, и очень оперативно можно присоединиться. И, кстати, пересмотреть потом эфир, тоже оттуда очень удобно найти его. Все, девчоночки, спасибо вам огромное. И до встречи в следующих наших эфирах. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.